Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня и сегодня мы с вами будем обсуждать мои новые ароматы. Если вы помните, мы с вами вместе недавно распаковывали посылку с сайта Рандеву, на котором все еще идет распродажа и очень классные цены на многие ароматы, не только на ароматы, на косметику. Я вам напоминаю про свой промокод на 10%, который суммируется со всеми акциями и скидками на сайте. И расскажу вам сегодня подробные впечатления об ароматах, которые были у меня в той самой посылке. У нас с вами наступила зима, холода, одинокие дома. Я очень рада, что эта посылка случилась именно вот в этот зимний снежный уже сезон, потому что как нельзя лучше сейчас подходят эти ароматы на нашу погоду, на наш климат. И собственно, как вы помните, это был аромат Франк Баклей Ваниль. Это первый парфюм из моей посылки. Я вам ссылку на него оставлю. Если захотите себе приобрести, то вот сейчас отличная там тоже цена. Итак, ваниль Франк Баклей Прекринс Коллекшн. Очень мне понравился, кстати, этот флакон лаконичный, цвет жидкости. Я такой люблю. Я вам показывала еще в распаковке коробку. Все очень презентабельно так. Круто сделано. Аромат я брала без затеста. Никому не рекомендую так делать, но я так делаю, потому что уже, знаете, вот этот момент с изучением отзывов, с изучением пирамид уже плотно так сидит в моей голове. Поэтому я редко когда ошибаюсь и очень счастлива, что этот аромат на эту зиму мне попал в руки. Потому что это шикарный лимонный десерт. Пирамиду я вам здесь оставлю. Но я расскажу о своих впечатлениях и о том, как он пахнет для меня. Потому что пирамида не всегда отражает полное ощущение по аромату. Поэтому расскажу вам об ощущениях. Итак, для меня этот аромат про зимнее время года, про рождественские праздники и про лимонный десерт. Самое интересное, что вот десерты лимонные я не очень люблю. Потому что меня всегда смущает сочетание вот этой кислинки и сладости какой-то. Здесь в аромате мне все очень нравится. Что у нас в пирамиде? Лайм, лимон или грейпфрут, по-моему, заявлен. Карамель и ваниль. Аромат называется ваниль. И, естественно, в первую очередь он про ваниль. Про такую кондитерскую сладкую ваниль. Но при этом не ванилин, естественно. Она очень благородно звучит. И я разношивала этот аромат. И когда доходила до базы, я думаю, ну все, он ушел в ваниль в базе. На самом деле нет. Аромат постоянно переливается. От кислинки до сладости. И снова в лимонный десерт. Снова в ваниль. Здесь на старте я чувствую отчетливо такую цедру. Да, неважно какого фрукта цитрусового. Или фрукта, или лайма, или лимона. Яркая такая цедра со сладостью. Это очень приятно. Дальше начинается ваниль. И все время вот эта игра. Цитрусовые ноты разбавляют этот аромат. Он мне становится очень приторно-сладким. Потому что ваниль в чистом виде я не очень люблю. Но здесь для меня это все-таки десерт. Опять же, этот лимонный торт или лимонный крем на каком-то классном бисквите. В общем, потрясающий аромат. Он согревающий. Он теплый. Он окутывающий. Он уютный. И, как я уже и сказала, шикарно подходит на новогодние, рождественские праздники. Для того, чтобы носить его дома или в любое место, куда вам захочется. Очень позитивный. Вызывает положительные эмоции. Вызывает улыбку. Я, конечно же, вам рекомендую с ним познакомиться, если будет такая возможность. Его сравнивают с Лирой. Мы уже с вами недавно разговаривали об этом. Для меня Лира и аромат фрамбаклея ваниль практически не похожи. Похожи только сочетанием лимона и карамели. Но в Лире там больше холода. Там лавандовые ноты. Там больше специй. Здесь нет. Здесь все-таки такая хорошая, качественная гурманика. Я еще очень хочу познакомиться с ароматом Кашемир и ароматом Иланг. Иланг-Иланг, по-моему, он так и называется. То есть, вообще, эта линейка меня заинтересовала. И второй аромат, который был у меня в посылке, это был, как ни странно, Чарути 1881. Казалось бы, зима. Ну, какой Чарути? Все говорят о том, что это аромат летний, что это аромат весенний. Что сейчас совершенно не сезон. Смотрите, какой очаровательный флакончик. И действительно очаровательный аромат. Я даже нашла рекламную вставку с этим ароматом. Он поистине очаровательный. Кстати, мне тут написали недавно о том, что флакон копирует какой-то там от Булгари мужской аромат. Да, действительно очень похоже. Но Чарути вышел раньше. Так что, кто кого-то скопировал, непонятно. Когда я впервые почувствовала этот аромат, он мне понравился. Я услышала здесь именно такой пыльный цветочный букет. За счет мимозы, за счет ромашки. Именно такая цветочная пыльца. Довольно даже душная. Но после того, как я поносила аромат некоторое время, он стал более свежим. Здесь большое количество цветов в пирамиде. Опять же, как я уже очень много раз повторила, все ароматы, которые выпущены в 90-х годах, 80-х годах, они имеют большую пирамиду. И да, действительно, очень много из этой пирамиды можно здесь услышать. Но я слышу еще жасмин. Я слышу мимозу. Но теперь она не пыльная. Она может быть какая-то пушистая. Ромашку я здесь не ощущаю практически. То есть, кому-то это такая придорожная ромашка. Мне нет. Мне это все-таки такой букет полевой. При этом с белыми цветами и с мимозой. Это аромат женственности. Это аромат чистоты. Это аромат ухоженности. Это нюд. При этом с таким хорошим шлейфом, который ощущается, когда вы носите этот аромат на себе. Он остается на одежде. Он остается на волосах. Стойкость здесь хорошая. То есть, я думала, такая легкая водичка, она не будет сильно стойкая. Нормальная стойкость. Кстати, не сказала про фрайм-бакле по стойкости. Тоже очень хороший. Тут даже, ну, в принципе, неудивительно. Но здесь, как я уже сказала, нюдовый аромат. То есть, именно тот аромат, который подчеркнет вашу ухоженность, вашу женственность, ваше какое-то нежное настроение. Он подойдет девушкам любого возраста. Я не люблю вот эту градацию за 50. Взрослым женщинам за 30. Как-то я услышала такое смешное выражение. Я не понимаю, если честно, какие взрослые женщины за 30. Взрослые женщины, можно сказать, ну, там, за 60, например. И то, знаете, не факт. Собственно, подойдет кому угодно. Совсем юным девушкам. Статусным девушкам. Все зависит от вашего настроения, от настроя, от того, какое вы впечатление хотите произвести, возможно, в обществе. Или как вы хотите себя окутать сегодня, да, каким-то нежным ароматом. Он очень классный. При этом я его носила в ноябре. И в ноябре он мне очень зашел. То есть это такой глоток свежего воздуха в ноябре, когда очень много смолистых ароматов, амбровых, вот это вот все цветочное, благухание, сладости. Это глоток свежего воздуха, когда вы устали от всего. Вот можно носить и в зимнее время года. В летнее время года я его не вижу. Я думаю, он будет более сладким. Ранней весной, да. Да, да, еще раз. Вот такие у меня две новинки появились недавно. Очень им рада. Советую присмотреться, если еще не были знакомы. Как я уже сказала, эти ароматы можно приобрести на сайте рандеву. Там прекрасные цены на них. Не забывайте использовать мой промокод на 10%. Я с вами на сегодня уже прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Обязательно пишите комментарии, если у вас есть желание поддержать мой канал. Способы описаны в инфобоксе. Увидимся очень скоро в новых видео. Пока-пока.